Учитывая, что идет снижение температуры окружающей среды, соответственно, в этот период времени всегда растет количество острых респираторных вирусных инфекций. И они действительно немножечко выросли, хотя случаев гриппа пока не зарегистрировано. По данным лабораторного вирусологической лаборатории и лабораторного центра, нет ни одного выявленного случая вируса гриппа. Пока идут респираторные вирусные инфекции, преобладают риновирусные инфекции, скажем так. По госпитализации у нас небольшое количество поступивших. В основном к нам сейчас поступают пациенты с диагнозом ангина. Острые респираторные инфекции среди детей, много ларинготрихиетов, это тоже вирусная инфекция. И все остальное понемножку. Корь немножко, ветрянки немножко, все по чуть-чуть. Пока более или менее, я бы сказала, ситуация стабильная. Мы надеемся, что пик кори мы уже прошли в прошлом и первая половина этого года, в отличие от других областей, вот Ивано-Франковская и мы, мы же начинали первыми корь практически. Сейчас, но должна сказать, что продолжают поступать больные с кою. Два, три, пять человек поступают ежедневно. Конечно. Поэтому, мне кажется, жители нашего города не должны забывать о том, что все-таки те, кто не привились, нужно привиться. Потому что болеют маленькие дети, болеют молодые, взрослые и болеют достаточно тяжело. Хоть их немного, не столько, сколько было в начале года и в прошлом году, но все-таки это тяжелое заболевание, которое вызывает осложнение. И пневмония коревая протекает очень тяжело. Поэтому все-таки мы, врачи, настаиваем на том, что все те, кто, ну, тем, кому показана прививка, то есть есть несколько, совсем, их очень мало, этих противопоказаний. Есть действительно пациенты, которым нельзя делать прививки, но их очень мало. Тем, кому можно, их нужно сделать, потому что это нужно, это важно, это единственный метод специфической профилактики. То, что касается гриппа, прививка против гриппа не входит в календарь обязательных прививок. Вы это знаете, и жители нашего города тоже это знают. Но вот по опыту прошлых лет видно сразу, что прививаться стало гораздо большее количество населения. Те, кто привился один раз и не заболел в этом сезоне, они на следующий год прививаются обязательно. Вакцины, хорошая вакцина, в частной рынке две вакцины, вакси, грипп и джи-си-флю. Вакцины, которые, в общем, осложнение не вызывают, и пациенты переносят их нормально, и вполне можно привиться тем. Опять же, вы знаете, что есть группы риска, которые должны быть привиты в первую очередь, группы медицинского риска. Это медицинские работники, беременные дети до 5 лет, лица старше 65 лет, и особенно люди, которые страдают различными хроническими заболеваниями. Сахарный диабет, заболевания легкие хронические, ожирение. То есть эти люди переносят грипп гораздо тяжелее, чем все остальные. Если уровень привитого населения составляет ниже 95%, обязательно будет вспышка того заболевания, от которого эти люди не привиты. Против дифтерии, если вы не помните, вы молодые совсем, в 1991-1994 году была большая вспышка дифтерии. Не только в Украине, во всех странах СНГ, и в Европе тоже была вспышка. Не такая большая, как у нас. И мы ее пережили очень тяжело. Было очень большое количество больных. Тогда были приняты очень жесткие меры. И практически все население было привито, и взрослое тоже. Прошло уже 20, практически больше 20 лет. Уровень привитости от дифтерии и столбняка такой же низкий, как было на начало вспышки. Вот дифтерия, столбняк, полиомиелит, корь, краснуха, паратит – это заболевание, которое называется управляемыми инфекциями. Если есть возможность предотвратить, а единственный способ – это привиться, это надо сделать. И езжать.